Реконструкция главной пешеходной зоны областного центра – масштабный проект, который требует не менее масштабных работ для его реализации. Решение полностью перекрыть площадь перед консерваторией объясняет подрядчик. Всю площадь пересекали высоковольтные кабеля, которые находились в очень плохом состоянии, которые были заложены в 50-е годы. И в связи с тем, что полностью пересекали площадь, они целиком, в нескольких местах, нам пришлось закрыть целиком участок, дабы избежать негативных последствий. На сегодняшний день всю кабельную продукцию, которая была необходима, мы опустили вниз на нужные отметки. То, что было совсем непригодно, мы переложили, положили новые кабеля. Вот смотри, вы вот этот уровень поставили, да? Да. Вот как бы у вас все хорошо. А вот если ты поднимаешь, вешай. Устанавливаем закладные под будущее освещение и прохладываем освещение, которое, соответственно, кабельную продукцию, в гофре, под будущее стало. То есть, выглядит так, мы сейчас ставим везде закладные, потом делаем полностью поверхность, а потом, когда уже нет ни тяжелой техники, ни каких-то травмот связанных с механическими повреждениями, мы ставим уже столбы и вешаем как бы освещение. Сейчас на проспекте Кирова перекладывают коммуникации. Они изношены на 90%. Вместо нескольких водопроводов будет проложена одна магистраль. У нас на проспекте находится 79 колодцев. Они тоже находятся в не лучшем виде. И когда компания КВС начала этим заниматься, то те планшеты, те схемы и карты, которые находятся у них, не соответствуют действительности. Потому что в разное время, начиная там с 60-х, 70-х, 80-х годов, проводились работы где-то хозспособом, где-то еще что-то. И они, когда делали вскрышные работы, там, где показывают их схемы подключения подводка к домам, то я так назову, там из 10 колодцев вскрышных, которые они должны были выйти на свои коммуникации, из 10 попали только две. Это говорилось лишь о том, что они сами не видят, где у них под землей находится коммуникация. На одном из участков проспекта уже начали укладывать щебень. К концу недели будут заливать бетоном. К временным неудобствам, с которыми пришлось столкнуться, многие саратовцы отнеслись с пониманием. Да ничего, пробираемся вот и через песок, и через горы. Ладно, ничего страшного. Мы его всякие видели, когда троллейбусы здесь ходили, и все. Надо делать коммуникацию, еще 21 век, да, сейчас все. Это все уже давно делали. Потерпим. Будет здорово, видимо. Будет лучше, чем было. Это хорошо. Походим пока в кроссовках, а не в босоножках, но ничего страшного. Зато будем радоваться потом новому проспекту. Хорошая улица, большие истории, прекрасные и так далее. Для города очень значимая. Но то, что временные неудобства, что надо это пережить. Это делают свое имя горожан. Рано или поздно это надо было бы делать. Ну, сделали, слава богу, поделали. Переживем, переживем. Мы понимаем, что реконструкция масштабная нужна. И очень приятно, что в рамках этой реконструкции сегодня мы видим замену коммуникации. Теплоснабжение, водоснабжение, новые трубы, новый ввод заменили, и в консерваторию в том числе. И поэтому, конечно, возникают временные трудности. Но я думаю, ради будущего, ради той прекрасной улицы, которая будет. Потому что мы в рамках общественной палаты несколько раз встречались с проектировщиками, обсуждали проекты, носили какие-то изменения, к нам прислушивались. И то, что должно получиться, я думаю, это будет очень серьезное, очень красивое сооружение, которое будет еще в большей мере привлекать сюда жителей нашего города. Проспект имени Кирова в марте этого года победил в рейтинговом голосовании по выбору территории для благоустройства в Саратове. Именно за старейшую в стране пешеходную зону отдали свои голоса большинство горожан. Уже к середине осени Саратовский Арбат обещают сдать полностью обновленным. А уже в следующем году по-новому заиграет современный светомузыкальный фонтан у консерватории. Хотим, чтобы следующее лето восстановленный, по-новому реконструированный наш проспект Кирова с новым фонтаном продолжил ту пешеходную зону, которая начинается с набережной. И, в принципе, мы сегодня уже занимаемся проработками и будем проектировать. Это следующий участок, в том числе это площадь Кирова, от улицы Чапаева до Мирного переулка. И выходим на улицу Рахова, и вот ту пешеходную зону, да, оно замкать. В ходе реконструкции проспекта переложат 28 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, усовершенствуют ливневки, установят новые архитектурные формы и высадят деревья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова